продолжаем изучать вот этого персонажа его именно движение теперь будет прыжок именно вверх давайте посмотрим как это дело тут блокинг строится и что получится так включаем кости кости есть таймлайн опять мотаем так что у нас тут на таймлайне так на таймлайне у нас 1234 будем делать но 1 5 10 15 20 20 кадр выбираем персонажа так пардоните сначала shift а сочетание клавиш меш открываем куб можно теперь вот именно гизма там спас и не на так по первому кадру посмотрим как он будет пока сделаем возвышенность так возвышенность большая не должна быть прыжок он будет делать на свое тело вот это на длину своего тела но вот эта часть должна быть расширена вот таким вот образом и вот так еще пошире ну типа преграда так чтобы белая она не было давайте добавим ей материал материал какой не добавим чтобы отличался так черный нам не понадобится давайте мне не знаю какой вот такой пускай что ли будет так тройка на нам падим куб потом передвинем если что и выбираем персонажа заходим в пост мод так есть такое дело персонаж стоит типа подошел теперь что он делает он теперь поднимает голову первый кадр значит а и локрот мы прописываем вот в такой позе пятый кадр значит и он чуть-чуть поднимает голову вот так вот хвост может чуть-чуть тоже припустить еще можно уши добавить косточки чтобы двигать ночь потом уже и а и локрот и на десятом кадре доводим голову r и вот эту косточку тоже наверно r и тазовую кость g немножко припускаем а и локрот смотрим что получилось о персонаж поднимает голову кверху так вот так без костей будет лучше на я видно эх твою дивизию типа вот так и хвост задвигался и таз немножко все вот нормально так 15 кадр что он должен сделать он должен присесть значит на пятнадцатом кадре мы что делаем r перекручиваем тазовую кость и так g вот так он должен присесть р хвост чуть-чуть вот так приподнять и в принципе чё но в принципе нормальная поза а и локрот так смотрим здесь вот этот кадр будет слишком быстрый так это значит он медленно так слегка поднимает голову кверху поднимает и потихоньку садится садится давайте ему побольше движение зададим это значит на двадцатом кадре давайте пусть он голову опустит типа вот так а и локрот на двадцать пятом кадре семерка на ломпаде так надо голову повернуть в бок и вот эту часть как бы тоже так подать вперед так тройка на нампаде а и локрот смотрим что получилось вот так он садится поворачивает голову и здесь вот он должен ее типа вздернуть это уже давайте двадцать седьмой двадцать седьмой кадр типа r так control z голова криво идет так семерка на нампаде выбираем косточку головы делаем r в эту сторону а и локрот следом на другом кадре на двадцать девятом наверно повернем голову сюда а и локрот и на тридцатом r так пардонте control z выбираем голову кость головы r еще раз сюда вводим а и локрот и теперь на тридцать первом да давайте на тридцать первом еще раз уведем в бок а и локрот и на тридцать пятом r голову вернем как бы назад стали а ну-ка чё тут вообще получилось а вот так смотрим скорость многовато скорость значит вот эти кадры сюда этот посередине этот сюда этот кадр дальше и на сороковом вот эта голова должна р так не вот эта косточка и вот эту голову так семерка на нампаде р выравниться и косточка вот это тоже выравнивается шея тоже становится ровно куб пока можно отключить вот так вот и вот эту голову так семерка на нампаде возвращаем назад и вот так вот а и локрот ставим 40 кадров и на посмотреть что еще получилось так вот здесь уже вот с этими G35 это кто у нас ага вот так да а его крут так а этот кадр надо тогда удалить делить кейфрейм и получается раз так растягиваем вот это делаем чтобы не так реально это дело дергал головой так ну ладно это значит на 30 этот поближе к этому нормально потом если что тут еще подкорректируем ну и погнали дальше ставим 100 кадров пока включаем куб тройка на нампаде включаем кости так теперь следующая часть прыжка это толчок это значит 45 кадр на 45 мы поднимаем значит таз р перекручиваем прогибаем ему спину вот так прогибаем ему шею и вот эту шею другой костью вот так вот приподнимаем и значит так вот эту кость еще можно значит перегнуть и тогда выгибаем вот эту вот часть тазовую кость хвост хвост прижимается к земле г г г вот такое движение он должен сделать и потом уйти на прыжок кверху так вот так он раз отходит а и лок рот смотрим смотрим вот стал в позицию выбираем 50 кадр и на 50 кадре значит мы вот это дело все выбираем именно выбираем тазовую кость выбираем лапы для чего чтобы вот G вот так вот поднять и R перекрутить G перекручиваем так позвоночник теперь нам нужно тоже вернуть назад голову тоже назад так и вот эту кость так чтобы вот прям движуха была и R хвост вот так вот поджимаем он же прыгать собирается и лапы как в прошлом ролике так вот так а эту лапу вот сюда вот таким вот образом толкается толкаться он будет двумя лапами вот так вот тройка на нампаде так голова голова а голова наверное будет все таки вот так во а и лок рот вот смотрим что получается так он приседает да ну блин не оселю типа ага задержка упор приседания и пошел на взлет так это вот 50 55 кадр пишем теперь здесь чуть-чуть да чуть-чуть заморочка но небольшая вот это все дело мы значит G английская вот как то так наверное чуть-чуть R и нужно передвинуть куб обжиг мод передвигаем поближе куб вот так вот теперь опять же выбираем кости и заходим в космод здесь мы перекручиваем R позвоночник таз вот так эту кость выбираем так вот эту кость G вложим на куб эти лапы G как бы вот сюда нет даже наверное вот так и перекрутить и хвост наверное чуть-чуть разогнуть а и лак рот словом сейчас посмотрим что получается но нормально он пошел на взлет теперь 60 кадр 60 кадр он должен значит G оказаться вот здесь уже на кубе вот такая идет у него посадка выкручиваются вот эти где пальцы части одна лапа значит вот сюда на куб другая так чуть-чуть наверное как бы отставать должна на одну сначала будет приседать и теперь вот эту косточку R мы прогибаем G лапы R ставим вот сюда эту лапу ставим так чтобы ее тоже было видно вот так да и как бы поближе голову чуть выгинаем так вот этот хвост вот эту часть вот делаем поровнее ну что-то в таком духе и наверное еще так вот побольше пригибаем так одну лапу G ставим а одну нет и вот эти две лапы они они в полете должны быть вот как-то так наверное а и лакрот смотрим что получается не сильно убого ли так и вот так вот раз все он наверху те 65 надо вот этот научиться делать этот переход от приземления к движению так а как это делать значит выбираем G таз вот так вот лапы теперь то у нас тут уже стали R перекручиваем это G подставляем перекручиваем левую лапу G ставим вперед а это тут и остается вот так вот и чуть-чуть вот это все дело подаем вперед вот это так перегибаем теперь спину вот так вот нормально и перекручиваем вот этот позвоночник вот так вот раз и голову ну что-то в таком духе а и лак рот теперь 70-ый кадр поднимаем G таз так тройка на нам паде R чуть-чуть припускаем теперь значит G уводим вперед эта лапа становится должна стать именно ровно ну так вот так а эту лапу G уводим вот сюда и ее перекручиваем вот эту левую лапу G немножко тоже приподнимаем вот так а и лак рот ну смотрим опять что получается во классный переход вот так вот во четко ну и делаем 75-ый кадр на 75-ом получается вот эта лапа таз уходит еще вперед эта лапа значит должна встать на землю вот сюда вот так вот а эта лапа должна G уйти вот сюда хвост должен встать ровно или вот так вот загнуться так что теперь меняем упор разворот вот этой кости теперь идет на эту лапу как бы и голова теперь идет сюда чуть-чуть вот так вот нормально потом еще лапы поменяем поближе к телу поставим и лак рот смотрим стройка на нам паде идет переступ и 80 кадр надо все это дело под закончить так теперь наш барбос должен стоять значит зеркально теперь он должен стоять если мы за таз возьмем и G вот так вот отводим он должен стоять вот на этой правой лапе передней и вот эта лапа задняя тройка на нам паде G должна подняться а это лапа G опуститься вот это лапа G R тоже подняться и вот он должен стоять и на правой передней и на задней левой так значит тройка на нам подним и lock rot смотрим вот нормальный периск и прошелся так заканчиваем анимацию последний кадр по-моему да последний кадр R чуть-чуть G эта лапа значит ставим ее на пол на землю на землю вот эта лапа тоже ставится на пол а и lock рот так смотрим ставим 85 кадров отводим где-то все это дело вот таким вот образом и погнали и погнали так это все дело нормально попробуем попробуем поменять ему именно именно вот эти постановку лап когда он запрыгивает лапы должны широко быть но он касается вот этой первой лапой значит нужно взять тазовую кость и G вот сюда так не это кость опа она вот она тазовая и вот так вот и G английская вот вводим в бок упор на эту лапу которая уже коснулась именно куба а и локрут больших изменений пока не делаем так упор все еще держится вот на этой лапе на 65 на 70 что тут происходит он переходит все правильно вот на 70 уже упор значит на эту лапу вот на эту это значит G вот так вот и локрут 75 смотрим что можно здесь сделать G на эту лапу упор голову можно чуть-чуть блин R голову можно чуть-чуть перекрутить откорректировать а а и локрут так 80 такая песня семерка на нампаде теперь перекручиваем так на какой лапе он стоит ага семерка на нампаде выбираем разовую кость G упор на эту лапу и R перекручиваем упор тоже на эту ногу голову чуть-чуть шеи поправляем смотрим что получилось так многовато многовато и голова перекручивается чуть-чуть а и локрут вот и все вот вот такая летящая походка смотрим вот классно вот такая штукенция так тройка на нампаде конечно вот как всегда тут нужно добавлять вот эти промежуточные кадры тогда все это будет мягко прикольно выглядеть вот 52 тут уже так 50 52 55 вот здесь уже некрасиво 53 нужно чуть-чуть подкорректировать значит g лапы чуть-чуть все-таки сгибаем хвост r тоже чуть-чуть побольше что тут с лапами да лапы идут вперед и голова семерка на нампаде r вот как-то так должно быть и вот эту косточку чуть-чуть перекрутим потому что все равно тянется одна лапа согласитесь так вот так а и локрот ну вот теперь как-то поизящней будет так здесь вот тройка на нампаде в чем еще проблема 55 кадр он не должен касаться вот этого куба вот так чуть-чуть опять кости опять постмод и перепрописывать не будем кубы так без анимации вот он долетает 55 кадр смотрим 55 кадр он не касается куба а на 60 идет вот такой как бы провис и на 65 он уже толкается цепляется вот этими лапами во вот и все единственное еще вот разобраться с кивками вот этими голова тут кривая так надо ее чуть-чуть подкорректировать так это с какого начала было вот так как-то так наверное а и локрот это пойдет вроде назад туда сюда и пошел наверх наверх смотреть так вот этот кадр G40 поближе к 45 ну а эти как-то надо здесь распределять чтобы они имели расстояние между собой так это кто у нас а это кто так и вот эти кадры с кивком этим ну в принципе нормально можно еще вот это туда подвинуть этот G дальше что-то в таком духе вот нормально на ее и а и и и и ну вот и все что хотелось показать опять же доработки возможно буду делать потом и покатровку я вам скину в конце ролика и и и и а и и и и и и Продолжение следует...